Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем канале Сладкий Персик. Сегодня у нас дешевые и очень простые блюда из консервов. Сначала подпишитесь на мой канал, чтобы ничего не потерять. Не скажу, что я часто готовлю из консервов, но иногда они выручают, когда нужно что-то быстро приготовить или не хочется проводить много времени на кухне. Ну что, поехали! И сначала сделаем салат из консервированной фасоли и рыбных консервов. Он очень сытный и вполне может заменить полноценный обед или ужин. Берем консервированную фасоль, белую или красную, у меня была белая, и откидываем ее на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость, она нам не понадобится. Открываем рыбные консервы, перекладываем их в маленькую тарелочку и хорошенько разминаем вилкой. Здесь можно взять сайру или сардину, но главное выбирайте проверенных производителей. На самом деле в магазинах можно найти действительно хорошие, качественные консервы. Нужно просто внимательно читать состав. Ну и доверять производителю, конечно же. Желательно, чтобы консервы изготавливались в том же городе или регионе, где была выловлена рыба. Но это не обязательно, из этого правила бывают исключения. Теперь нам понадобится репчатый и зеленый лук. И тот, и другой лук нужно мелко порубить. Кажется, я нашла этот рецепт салата в одном известном кулинарном журнале. И там было именно два вида лука. Но если вам кажется, что лука слишком много или вы не любите репчатый лук в салатах, можете его смело не добавлять, оставьте только зеленый. Зелень здесь точно нужна. Продолжение следует... Теперь берем салатник или глубокую тарелку, в которую вы будете подавать салат, и складываем в нее все наши ингредиенты. Фасоль, репчатый лук и консервированную рыбу. Сверху салат посыпаем зеленью. Фасоль, репчатый лук и консервированную рыбу. Салат немного солим и перчим по вкусу. Добавляем оливковое масло или любое растительное и поливаем лимонным соком. У нас здесь очень простая заправка, но она идеально подходит для этого салата. И мне кажется, даже лучше сделать этот салат заранее, примерно минут за 15 до подачи, чтобы он постоял и немного промариновался. Так он будет еще вкуснее. Салат, правда, очень сытный, и одним салатом можно легко наесться на обед, особенно если подавать его с вкуснейшим черным бородинским хлебушком. Это просто потрясающее сочетание. Всем любителям простейших и вкусных рецептов, а главное быстрых, рекомендую попробовать этот салат. Мы переходим ко второму блюду. Будем варить суп из 90-х из кильки в томате. Сначала нам нужно помыть и очистить овощи. Мы будем использовать картофель, морковь и репчатый лук. А пока мы занимаемся этим, расскажу, как я любила этот суп в детстве. Моя мама очень часто его варила. Кажется, я об этом говорила уже в некоторых других своих видео. Но этот суп вызывает у меня очень теплые воспоминания из детства. И хоть я давно выросла, иногда мне хочется приготовить этот простой и невероятно вкусный супчик из кильки в томате. Наверняка у каждого из нас есть такие блюда, которые абсолютно простые, вроде бы и не сильно вкусные. Но в детстве мы их очень любили, поэтому с удовольствием едим и сейчас. Итак, что мы дальше делаем с овощами? Картофель мы нарезаем на кубики крупные или мелкие. Смотрите, как вам больше нравится. А морковь натираем на крупной терке. Когда мне было лет 7 или 8, у меня заболел желудок. Мне диагностировали гастрит, и поэтому моя мама перестала обжаривать овощи для супа. Поэтому я просто складываю их в кастрюлю, добавлю репчатый лук целый и заливаю водой. Ставлю овощи на плиту и довожу до кипения. Варить нужно этот суп до мягкости картофеля. Когда картофель будет хорошо протыкаться вилкой или ножом, значит суп почти готов и можно добавлять консервы. Но если вы больше любите суп с зажаркой, то просто пожарьте морковь с луком. Лук тоже нужно мелко порубить. Морковь натереть на крупной терке и слегка это все обжарить на сливочном масле. И затем положить в суп картофелю. Когда вода закипит, добавляем в суп лавровый лист, немножко душистого перца. Солим супчик по вкусу и добавляем консервированную кильку. Здесь тоже очень важно выбрать хорошие, качественные консервы, потому что именно от них зависит вкус готового блюда. И я никогда не могу удержаться и всегда съедаю хотя бы одну рыбку из банки. Это просто мой любимый процесс. Хорошо перемешиваем наш рыбный супчик, ставим обратно на плиту. Снова доводим до кипения на среднем огне. Затем убавляем огонь и варим примерно 5-10 минут. Разливаем по тарелкам и наслаждаемся. Такой вот у нас флэшбэк в 90-е годы. А мы с вами переходим к третьему рецепту. Это невероятно вкусная, крутейшая закуска из батона и рыбных консервов. Честно сказать, когда я первый раз готовила это блюдо, я не ожидала от него чего-то особенного. Но она настолько вкусная, что ее легко можно подавать на праздничный стол. Это, я вам говорю, правда, блюдо прям крутое-крутое, мое любимое. Нам нужно взять хороший батон или лучше багет. Он нам, наверное, больше подойдет по форме. Срезать с него верхушки и выянуть мякоть из серединки, стараясь не задевать края. Получается вот такая вот подзорная труба из батона. Это и есть наша основа, и нам остается приготовить начинку. Берем соленый или маринованный огурчик и мелко его рубим. Затем также мелко нарезаем зелень укропа. Укроп должен быть свежий. Если вы не любите укроп или вам больше нравится какая-то другая зелень, можете взять ее. Берем баночку хорошей сайры, перекладываем ее в маленькую тарелочку и разминаем вилкой. Снова скажу, что консервы должны быть очень хорошего качества. Пожалуйста, читайте состав и выбирайте консервы проверенных производителей. Берем глубокое блюдо и складываем туда наш мякиш от батона, который мы вынули в самом начале. Немного рвем его руками, разбираем на кусочки, чтобы получилась такая вот крупная крошка. И затем добавляем к батону все наши остальные ингредиенты, которые мы с вами нарезали. Это зелень, сайра и соленый огурчик. И дальше важные ингредиенты, без которого не получится такой вкусной закуски. Сливочное масло комнатной температуры, нарезанное кубиками или брусочками. Очень важно, чтобы масло было подтаявшее, не растопленное, а именно комнатной температуры. Складываем масло в салатник и все очень-очень хорошенько перемешиваем до однородного состояния. Берем тарелку, застилаем ее пищевой пленкой. Ставим вот так вот, перпендикулярно тарелке батон и начинаем фаршировать его нашей начинкой со сливочным маслом. Фаршируем очень плотно, слегка утрамбовываем ложкой. Магет можно аккуратно перевернуть и начать складывать с другой стороны, чтобы больше начинки туда уместилось. И мне кажется, что намного удобнее складывать начинку с помощью чайной ложки, потому что она маленькая. Затем багет заворачиваем в пищевую пленку, очень плотно, особенно уделяем внимание краям и убираем в холод. Закуска должна полежать в холоде примерно 2-4 часа до тех пор, пока масло не застынет. Потом ее можно будет легко порезать вот на такие вот тонкие кусочки. Это просто невероятно вкусно. И теперь переходим к четвертому, последнему на сегодня рецепту из консервов. Будем готовить холостяцкие бутерброды со шпротами. Кстати, бутерброды в этом рецепте готовит мой муж. Берем самый обычный черный хлеб, обычно он называется донской или пастуший, и нарезаем его на удобные кусочки. Открываем банку со шпротами и перекладываем шпроты в небольшую глубокую тарелочку. И снова я вам скажу, правильно выбирайте консервы, читайте состав и покупайте только проверенных производителей. Шпроты для бутербродов нужно хорошенько размять вилкой, чем мельче, тем лучше. И затем добавляем к шпротам майонез. Лучше всего, конечно же, использовать домашний самодельный майонез. Он делается очень легко, рецепты, даже парочку рецептов есть у меня на канале. Хорошенько все это дело перемешиваем. Если майонез у вас не соленый, его можно немножко подсолить, но мы готовим дома сами, и поэтому сразу регулируем специи по своему вкусу. Пока убираем начинку в сторону и займемся хлебушком. Хлеб нужно просто поджарить на разогретой сковороде с двух сторон с большим количеством растительного масла. Снаружи хлеб должен покрыться хрустящей корочкой, а внутри остаться мягким. Теперь берем зубчик чеснока и хорошенько натираем каждый кусочек хлеба чесноком по своему вкусу. Сверху выкладываем начинку из шпротов и майонеза. Готовые бутерброды можно украсить свежей зеленью. Мне кажется, сюда идеально подойдет зелень петрушки. Или вместо зелени можно сверху положить кусочек соленого или маринованного огурца. Будет тоже очень вкусно. Обожаю эти бутерброды, хоть готовим мы их не так часто. Ну что, друзья, надеюсь, рецепты из консервов вам понравились. И советую обязательно приготовить хотя бы один, а лучше все. Приятного вам аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...